Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале Заречной в студии Светланы Теплухина и коротко о главном. Снег на дороге – повышенная опасность. Обильный снегопад ухудшил обстановку на проезжих частях города. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на проезжей части в связи с выпадением осадков. Синтез спорта и танца. Зареченские детсадовцы и школьники выступили на фестивале чирспорта. Сам фестиваль состоит из направления чирспорта. Это направление чирлидинга и направление перформанса. В перформансе у нас это джаз, фристайл и хип-хоп. И теперь подробнее об этих и других событиях. 9 компетенций, более 100 участников заводчан, 35 студентов колледжей и вузов, 50 экспертов и целая неделя состязаний в мастерстве. На производственном объединении «Старт» открылась серия конкурсов профессионального мастерства по методике WorldSkills. С торжественной церемонии репортаж Ксении Тризне. Пока заряд восходит поутру, пока звезда манит в окне, пусть служит атом миру и добру, пусть служит атом миру и добру, во имя жизни на земле. Гимн атомной отрасли звучит на церемонии открытия серии конкурсов профессионального мастерства на производственном объединении «Старт». Раньше все проходило менее торжественно. В производственных цехах в этом году решили в одном зале собрать всех, кто задействован в испытаниях. 104 участника, 50 экспертов. У нас с вами принимает участие 35 студентов. Это Пензенский государственный университет, государственный технологический университет, Пензенский IT-колледж, наш Зареченский технологический институт, колледж технологического университета принимает 9 номинаций у нас с вами. Студенты пензенских учебных заведений впервые принимают участие в конкурсах на производственном объединении «Старт». В этом году соревнования проходят по 9 номинациям. Помимо уже привычных категорий, таких как инженер-конструктор, инженер-технолог, сварочные технологии, участники покажут свое мастерство в новой дисциплине – каракури. Конкурсантам нужно будет создать механическое устройство, которое позволит упростить рабочие процессы и механизировать трудоемкие операции. Профессиональные соревнования пройдут по методике WorldSkills. Это значит, что участникам нужно будет применить все свои знания и навыки, чтобы справиться с испытаниями. Меняется подходы к технологическим процессам, применяются новые материалы, новые инструменты. Люди научились все это дело, пусть пока не искусственным интеллектом, но своим умом двигать вперед. Поэтому я думаю, что вот те задания, которые сейчас получат наши участники, заставят очень сильно работать головой, руками. Конкурс мастерства – это, конечно, волнительное событие для каждого. Каким бы профессионалом ни был, человек всегда волнуется. Поэтому я желаю вам преодолеть все волнения, желаю вам честной борьбы, судьб достойного судейства. Конкурс профмастерства – это не просто соревнование, это возможность передачи опыта, способ подготовки высококвалифицированных кадров. Принимаем новых людей, они должны развиваться, учиться у ветеранов. И в соревновательности они показывают свое мастерство, движутся дальше. Также становятся профессионалами, со временем ветеранами, будут учить следующую молодежь. Это составная часть развития предприятия. Конкурсные испытания на заводе будут идти в течение нескольких дней. Результаты станут известны в конце этой недели. Очередное ДТП, в котором пострадал человек, произошло в Заречном. В минувшую субботу на пешеходном переходе под колеса автомобиля попала пожилая женщина. С места события репортаж нашего корреспондента. Около 9 утра 18 ноября в Заречном на пешеходном переходе сбили бабушку. Она переходила дорогу напротив 28-го дома по улице Светлой. Водитель, мужчина, 1964 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21-103, допустил наезд на пешехода, женщину, 1947 года рождения. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущен. По данному факту проводится проверка. Это уже девятое с начала года подобное дорожно-транспортное происшествие. В 2022-м под колеса автомобилей попали 7 человек. Увеличилось и общее число зарегистрированных ДТП со 143 в прошлом году до 152 в текущем. В 2022-м в 22 авариях пострадали 24 человека. В этом году произошло 23 ДТП, в которых телесные повреждения получили 26 человек. Обильно выпавший 20 ноября снег значительно ухудшил обстановку на дорогах. Не все водители перестроились на зимний стиль езды. В связи с изменениями погодных условий сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать особую осторожность. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на проезжей части. В связи с выпадением осадков просим вас увеличивать дистанцию, боковой интервал, а также соблюдать скоростной режим. При необходимости просим вас снижать скоростной режим в местах, особенно где возможен выход пешеходов на проезжую часть, в местах, где останавливаются маршрутные транспортные средства, а также в местах спусков и подъемов на мостовых сооружениях. Также просим пешеходов быть внимательными, осторожными, не допускать резких выходов на проезжую часть. Перед выходом на пешеходный переход просим убедиться в безопасности своего перехода в вечернее и в ночное время суток, а также в условиях недостаточной визимости напоминаем, что необходимо использовать световозвращающие элементы. Заречный отправил очередную партию гуманитарного груза в зону СВО. Ее собрали активисты Пензенского регионального отделения общественной организации ветеранов, инвалидов Афганистана и локальных войн. Рассказывает Наталья Елистратова. Мощные рации, которые могут работать до двух дней без подзарядки и ловить сигнал на расстоянии 11 километров. Теплые обувь и спецодежда, портативные газовые плитки и предметы первой необходимости. Все эти вещи помогли приобрести неравнодушные горожане. Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Заречного в зону СВО. Общественная организация ветеранов, инвалидов Афганистана и локальных войн, по словам ее руководителя Владимира Палия, осуществила уже более 40 отправок гуманитарного груза в зону специальной военной операции. Поездки организуются каждые 2-3 недели. Причем помощь доставляется непосредственно в военные подразделения и госпиталь, где проходят лечение раненые бойцы. В Луганск, в Луганский госпиталь будем заезжать. Лекарства еще ребятам от простуды, вот тоже взяли пару коробок, тоже сейчас простуда. От грибковой, вот это вот, я в медицине слаб, но то, что просят, все взяли. Кишечные вот тоже, тоже таблетки, даже с Москвы по знакомству заказывали. Члены Пензенского регионального отделения, общественные организации ветеранов, инвалидов Афганистана и локальных войн работают по конкретным заявкам военнослужащих в зоне спецоперации. Большую поддержку в формировании гуманитарного груза оказывают неравнодушные жители Заречного. Большое спасибо серебряным волонтерам с Центра ЛАД. Они 10 коробок прошлой поездку нам передали, мы передали носочки, за носочки спасибо ребята сказали. И так многие люди, вот мы по 4-5 мешочков берем картошечки пензенские, хотя там можно в Ростове ближе купить, но это своя. Неравнодушные горожане, готовые оказать помощь бойцам СВО, могут предложить ее, обратившись в Пензенское региональное отделение, общественные организации ветеранов, инвалидов Афганистана и локальных войн. В медико-санитарной части номер 59 открылась школа. За партой здесь сидят взрослые. Они посещают уроки, выполняют домашние задания. Ну а оценкой им станет улучшение состояния собственного здоровья. На одном из занятий в школе больного артериальной гипертонии побывала и наша съемочная группа. Какие продукты приводят к повышению уровня холестерина в крови? Почему нужно уменьшить потребление соли и как это сделать? Что исключить из рациона, а что добавить, чтобы не допустить гипертонического криза? Под руководством кардиолога зареченцы изучают принципы здорового питания для пациентов с повышенным давлением. Артериальная гипертония считается самым частым хроническим заболеванием у взрослых. Повышенное давление – это риск развития опасных заболеваний и даже смерти. Состояние опасно тем, что если не контролировать данное состояние, может привести к фатальным последствиям. Это инфаркты, инсульты, сердечная недостаточность. Борьба с гипертонической болезнью – это целый комплекс мер, где пациент – активный участник процесса лечения. Контролировать свое состояние, следить за питанием, вести правильный образ жизни – всему этому зареченцев учат в школе больного артериальной гипертонией. Занятие проходит в городской поликлинике. На уроках врач-кардиолог рассказывает об особенностях артериальной гипертензии, ее опасности, факторах риска, приводящих к болезни, и дает рекомендации, что делать, как питаться, как правильно организовать свою жизнь, чтобы улучшить состояние здоровья и свести к минимуму вероятность осложнений. Сколько раз в год нужно проверяться, какие исследования нужно проходить, все это мы разбираем. Как консультации проходят наши занятия, все интересующие вопросы, которые задают, мы тоже разбираем. И приглашаю на консультацию, на прием, назначаем все анализы, все обследования, которые должны проходить ежегодно. Ученики школы выполняют и домашние задания, ведут дневник наблюдения за собственным здоровьем. Чтобы они проверяли давление, пульс, чтобы писали, чем они питаются, какие таблетки принимают, все-все-все мы контролируем с ними. Помогает ли им данная терапия, которая была назначена до меня, которая я назначила, помогает ли, нужно ли скорректировать данные лечения, данное питание для пациентов. Если есть какие-то отклонения, мы все это, конечно, корректируем. Смотрим на анализы. Если высокий холестерин, добавляем определенные препараты, которые понижают холестерин и как бы улучшают прогноз, сердечно-сосудистый прогноз. А оценку каждому ученику поставит собственный организм. Цикл обучения в школе рассчитан на пять занятий. Уроки начинаются по мере формирования группы, в которую входят пациенты с соответствующими патологиями. Люди, которые страдают гипертонической болезнью сердца, ишемической болезнью сердца, также могут быть пациенты с сахарным диабетом, потому что это все взаимосвязанные заболевания. Мы приглашаем всех, кто заинтересован в своем здоровье. Зареченцам, желающим пройти обучение в школе больного гипертонической болезнью, нужно обратиться к кардиологу или к своему участковому терапевту. Светлана Теплухина, Ильдара Бульханов, телерадиокомпания «Заречный». Зареченцы могут отправить письмо главному зимнему волшебнику. Во дворце культуры «Современник» открылась почта Деда Мороза. Написать послание с самыми заветными желаниями и опустить его в волшебный почтовый ящик может любой желающий, независимо от возраста. Мои коллеги уже так и сделали. На поезде на встречу нашему замечательному Дедушке Морозу поехали! Во дворце культуры «Современник» шум и веселье. В фойе собрались юные зареченцы, чтобы отпраздновать День рождения Деда Мороза. Подарками для главного зимнего волшебника стали творческие работы, которые дети сделали вместе со своими родителями. Рисунки и поделки красовались на праздничной выставке, открывшейся в День рождения Деда Мороза. Все работы виновник торжества посмотрит и оценит лично. Все детки, естественно, станут у нас победителями, получат дипломы. И Дедушка Мороз лично проедет со своими помощниками по детским садам и вручит нашим участникам эти самые дипломы. В честь дня рождения зимнего волшебника в «Современнике» начала работать почта Деда Мороза. Дети и взрослые могут сделать своими руками открытки с поздравлениями, написать письма с желаниями и опустить их в ящик. Почта Деда Мороза – это отдельное событие, специально сделанное для того, чтобы детишки писали мне письма свои, загадывали желания, но я, конечно же, их исполнял. В Дедушку, конечно же, нужно верить. В Новый год, конечно же, нужно верить. И в исполнение желаний, само собой, нужно верить. Волшебный почтовый ящик расположен в фойе Дворца культуры «Современник». Отправить письма и открытки нужно будет до конца декабря. Прикоснуться к сказке и поверить в новогоднее чудо могут все желающие. Алексей Лазаренко, Эльдара Бульханов, телерадио «Компания Заречный». Синтез спорта и танцевального искусства. Сочетание грации и ловкости, красоты и энергии. На два дня Дворец творчества детей и молодежи стал площадкой для выступлений самых ярких и талантливых коллективов чир-спорта среди юных зареченцев. Дошкольники приняли участие в фестивале по чир-спорту «Зар Чир Данс». Более старшие спортсмены продемонстрировали свое мастерство на соревнованиях детской школьной лиги «Зар Чир Данс». Алексей Лазаренко с подробностями. Улыбка – такой же неотъемлемый атрибут выступления на соревнованиях по чир-спорту, как яркий костюм и помпоны. В паркетном зале Дворца творчества детей и молодежи состоялся шестой городской фестиваль «Зар Чир Данс». В нем приняли участие воспитанницы детских садов и ученицы школ. Они представили выступления в нескольких направлениях. Сам фестиваль состоит из направления чир-спорта. Это направление чир-лидинга и направление перформанса. В перформансе у нас это джаз, фристайл и хип-хоп. Навыки юных спортсменок оценивала специальная комиссия. Зареченки демонстрировали свое мастерство как в сольных, так и в командных выступлениях. Всех участниц разделили по возрастным категориям и уровню подготовки. Дети были разделены на профессионалы и начинающие. Начинающие – это у нас обычные школьники, которые пробуют сил в чир-спорте, а профессионалы тоже, которые непосредственно работают, добиваются успехов, стремятся к улучшим результатам. Фестиваль «Зар Чир Данс» собрал более ста спортсменок. Победители и призеры в командном первенстве получили кубки. Лидерам в номинациях «Двойки» и «Соло» вручили медали и дипломы. Алексей Лазаренко, Денис Дубицкий, Льдар Абульханов, телерадио «Компания Заречный». На областном этапе конкурса «Учитель года-2023» «Заречный» представит педагог начальных классов школы 220 Анна Гарькина. Анна Александровна стала победителем городского этапа профессионального состязания. И сегодня она гость нашей студии. Встречаемся сразу после рекламы. С 15 по 24 ноября распродажа пальто и куртки от 1500 рублей. Улица Комсомольская, 10 В. Торговый центр «Ряд». Сокольный этаж. Горбуша свежемороженая, 209,90. Сосиски баварские, 99,90. Мегавыгода в Скидкино. Заречный, улица Озерская, 13. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подписан график работ строительства АЭС «ПАКШ-2». Новые перспективы строительства атомных станций малой мощности. Росатом на международном чемпионате хай-тек. Смотрите в среду в 20.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новости на канале «Заречный» продолжаются. У нас время встречи с гостем. И сегодня я приветствую в нашей студии победителя конкурса «Учитель года 2023» городского этапа этого профессионального состязания, учителя начальных классов школы номер 220 Анну Гарькину. Добрый вечер, Анна Александровна. Здравствуйте. Итак, Анна Александровна, ну в первую очередь мы, конечно, поздравляем вас с победой в городском этапе профессионального состязания для молодого учителя. Это действительно большое достижение, так что поздравляем и дальнейших вам успехов. Спасибо огромное. Анна Александровна, как получилось, что вы пришли вот в эту педагогическую профессию? Моя история, на самом деле, очень интересная. Я не мечтала с детства быть учителем. У меня не было такой цели стать учителем. Получилось это, на самом деле, случайно. Это было просто третье направление в институте, на которое можно было подать. Я подходила под экзамены, и я просто выбрала начальные классы. На самом деле я хотела пойти на экономический. Но потом, в течение, наверное, как раз полутора месяцев, я думала, думала, и почему-то меня как-то потянуло в эту сторону. И решила, что стоит попробовать. С какого года вы работаете уже в школе? С 2018-го. Ну, то есть уже понятно, что пока маленький у вас опыт, но тем не менее, все-таки и годы учебы, и вот пять лет опыта работы, все-таки позволяют сказать, что это был пусть и случайный, но все-таки удачный выбор? Да, да, я чувствую себя на своем месте. Мне очень легко общаться с детьми, настроить их на работу с собой очень просто и достаточно интересно. Есть у вас уже какой-то секрет успеха, вот как наладить взаимоотношения? Ведь вы, на вас, вот как учителя начальных классов, наверное, особая ответственность, да? Вы приходите, ребята приходят к вам как к первому учителю. И как вы им откроете вот этот школьный мир, так они в него и войдут. Вот с таким впечатлением, с таким настроением, вот то, как вы их направите. Секрет успеха, но главное относиться к ребенку, как действительно к ребенку, скажем так, простыми словами. То есть вставать на их позицию, вспоминать себя, всегда вспоминать себя на самом деле. Это помогает и помочь ему правильно, ребенку, и понять его, с его именно позиции. Опыт участия в профессиональном конкурсе – это ваш первый или уже были подобные? Были подобные конкурсы. Я участвовала в конкурсе молодых специалистов «Первые шаги в профессию» и в 2020 году заняла в нем второе место. Анна Александровна, участие в конкурсе, особенно для тех, наверное, кто уже участвовал, для них это не секрет, что это очень большая работа. Каков бы ни был опыт педагога, все равно приходится очень много готовиться. Но ведь это же, наверное, не только ради награды. Вот что дает вам участие в конкурсах таких профессиональных? Проверка своих сил, на что способен учитель, опыт, знакомство с другими коллегами, тоже какой-то просмотр их уроков, их мастер-классов, что у нас как раз и было на «Учителя года», и вот взять какие-то фишки для себя, которые можно потом использовать. То есть это опыт. То есть что-то нашли у коллег вот в этом году, в этом конкурсе «Учитель года», что действительно можно в своей работе использовать? Да, да. Есть некоторые фишки, которые можно было бы перенять к себе. Ваши впечатления от участия в конкурсе? Что было самым сложным, что, может быть, самым простым или самым интересным? Самое сложное – это был мастер-класс. Кажется, что в нашей сфере уже все, что можно, открыли, все, что можно, сделали. Но так на самом деле и есть. Очень много, что уже педагоги придумали. И придумать что-то новое было не так просто. Самое простое в подготовке – это был урок. Это то, что я делаю каждый день, и, наверное, весь вот этот методически правильно построенный урок дался мне проще всего. Кто-то помогал вам в подготовке, кто-то поддерживал вас? Да, помогали. Ну, в основном это были учителя, естественно, начальных классов, да, зауч наш, и коллеги, с которыми я близко общаюсь. Ребята ваши поддерживали, которые сейчас у вас учатся? Ну, они на самом деле не знали о конкурсе, что я там участвую. Но когда они узнали о победе, это, естественно, да, ликование, они были горды, в восторге. Поздравляли. Вы сами ожидали ли вот такого успеха, и как отнеслись к этой победе? Нет, я не ожидала. Я была, наверное, прям шокирована. Мне было совершенно неожиданно для меня, что я заняла первое место, и дальше мне придется работать и представлять город на области. Это достаточно сложно и ответственно. Ну, у вас есть еще время подготовиться. Я думаю, что при поддержке вашей команды, при поддержке ваших ребят у вас все обязательно получится. Спасибо вам огромное, Анна Александровна. Мы желаем, еще раз поздравляем вас с победой в городском этапе и желаем вам успеха на областном этапе конкурса. Спасибо большое. У нас в гостях была Анна Александровна Гаркина, победитель конкурса «Учитель года 2023» в городе Заречном, учитель начальных классов школы номер 220. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале Заречный. Успехов вам и только хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»